В Кашхабельском районе, как и по всей стране, стартовала масштабная акция по сбору гуманитарной помощи для вынужденных беженцев с юго-востока Украины. Всего на сегодняшний день развернуто 5 пунктов сбора на базе образовательных учреждений. Неравнодушные жители, а их оказалось немало, приносят продукты питания и предметы первой необходимости в пункты. Активное участие в данной акции принимают и самые маленькие жители района. По оказанию помощи беженцам, детям из юго-восточной Украины с первых дней в районе на базе образовательных школ созданы пункты приема гуманитарной помощи. Это на базе школ Аула-Игерухай, села Вольного, Аула-Ходз и Аула-Бличипсин, где наибольшее количество людей может подвезти, чтобы легче было подвозить эту гуманитарную помощь. Кашхабльские школы могут и в школы подвозить, могут в администрацию, там тоже открыт пункт приема гуманитарной помощи, тоже туда могут подвозить. Вот с первых дней идет большой поток от детей, от взрослых, пенсионеров, желающих помочь детям в основном и всем людям, которые покинули по неволе свои родные дома, родные очаги Родину. В оказании гуманитарной помощи принимают участие буквально все образовательные организации. Это у нас все 13 дошкольных, сами взрослые коллективы. Потом общеобразовательные школы и организации дополнительного образования, это Центр дополнительного образования и ДИСШ. Конечно, оказание гуманитарной помощи сугубо добровольное, личное, никто никого не обязывает. Я считаю, если ребенок от души поделится любимой игрушкой, какими-то парами тетрадей, книжкой, это только указывает на хорошее воспитание, на развитие добрых чувств, качеств ребенка, до сострадания, не дай бог оказаться на их месте никому из нас, из детей, взрослых. Я считаю, что у нас очень хорошие люди и очень добрые дети. Переполнены пункты приема гуманитарной помощи. Люди пока их упаковывают, потом отдельно, что взрослым, что детям, ну вот, новорожденным, допустим. Ну, по перечню, указанному вот в рекламах, они все собирают. Даже допечатывают эти перечни и много другого из этого перечня. Продукты, например, сыпучие, не скоропортящиеся, конечно, очень много и дети, и взрослые подносят в эти пункты. Первая волна акции будет длиться одну неделю с 23 февраля по 2 марта. В гуманитарные пункты можно передать одежду и продукты с длительным сроком хранения. Также необходимы средства индивидуальной защиты, детское питание, постельное белье и так далее.